Всем привет! В этом видео разберем акции компании Dropbox. Что же, акции компании Dropbox на самом деле сейчас могут быть очень и очень интересны для многих инвесторов. Почему? Ну, во-первых, это технологическая компания, которая имеет весьма и весьма низкую оценку для технологических компаний. Она стоит около 18 пи. Действительно, не так уж и много технологических компаний торгуются с такими мультипликаторами. Во-вторых, 5 числа, 5 ноября вышел отчет, на котором акции Dropbox сделали прям такой очень хороший гэп вниз с 31 доллара до 28 долларов и даже ушли немножко ниже. Так вот, если мы посмотрим, как торговалась акция с момента своего IPO в 2018 году, то мы видим, что сейчас цена 28 долларов – это как раз-таки цена IPO. А ведь со времен IPO показатели компании постоянно росли, выручка компании росла и компания стала прибыльной. Так вот, почему же спустя такое долгое время акции торгуются по цене IPO и для технологической компании стоят так дешево? И стоит ли вот на этой вот просадке акции покупать? И это очень и очень интересный вопрос. Для этого давайте с вами сейчас изучим финансовые показатели компании, изучим последний отчет и сделаем выводы. Кстати, почему выбрали именно Dropbox? Я вам напомню, что на YouTube в закрепленном комментарии под последним роликом есть список компаний, за которые вы голосовали. И я выбрал, соответственно, компании, которые находятся вверху, в топе этого списка. То есть вы сами можете повлиять на то, какую компанию или какую тему мы будем разбирать в одном из следующих видео. Поэтому, чтобы проголосовать за компанию для разбора, то под любым из роликов оставляйте комментарий и пишите, какую именно компанию, какую тему вы хотели бы разобрать. Все голоса я считаю, все голоса учитываю, так что вы можете повлиять на то, какая тема будет разбираться в следующем ролике. Так что пишите в комментариях, что вы хотите разобрать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк, если вам эта тема интересна. А мы перейдем к разбору компании Dropbox. Давайте начнем с того, что это за компания вообще. Хотя, я думаю, многие из вас с ней сталкивались и работали. По сути дела, Dropbox — это служба хостинга файлов, файловый хостинг. Компания американская, она предоставляет облачное хранилище для файлов, возможность синхронизации файлов с этим хранилищем, персональное облако, в котором вы можете хранить свои файлы. Ну и какие-то виды клиентского программного обеспечения. Компания была основана в 2007 году студентами Массачусетского технологического университета. И в 2018 году компания вышла на IPO. Dropbox с самого начала демонстрировал стабильный рост пользователей. Они превысили отметку в 1 миллион пользователей еще в апреле 2009 года. Затем 2 миллиона в сентябре, 3 миллиона в ноябре 2009 года. То есть рост был просто колоссальный. Ну, рост был, конечно же, такой сильный на низкой базе. И 50 миллионов пользователей они получили уже в октябре 2011 года, а 100 миллионов в ноябре 2012. Ну и так далее. Там 200 миллионов было уже в 2013 году, 400 миллионов в июне 2015, в 2016 уже 500 миллионов. То есть очень они и так неплохо прирастали. В январе 2019 года команда Dropbox приобретает компанию HelloSign, которая занимается электронными подписями. На текущий день это было одно из крупнейших приобретений Dropbox. Сумма была порядка 230 миллионов долларов. И совсем недавно, в марте 2021 года, они приобрели компанию, которая называется DocSend. Это продукт, который предлагает возможность обмена документами и аналитики по этим документам. В общем, Dropbox начиналась как классическое облачное хранилище. Но на текущий момент компания является такой платформой для совместной работы, которая дает возможность компаниям и отдельным лицам сотрудничать, работать вместе, обмениваться файлами и так далее. Компания предоставляет свои услуги бесплатно по модели Freemium и имеет расширенные функции, которые пользователи могут получить, если они, соответственно, захотят подписаться и платить деньги за этот продукт. Некоторые из услуг, которые предоставляет компания, вот здесь вот приведены на слайде. Допустим, здесь вы вот видите, есть базовый тариф Free. Тут у вас 2 гигабайта бесплатного хранилища, есть определенные функции. 30 дней хранится версионность ваших файлов. Вы можете приобрести тариф плюс за 12 долларов в месяц или за 120 долларов в год. Сюда включено уже 2 терабайта хранилища и гораздо больше полезных функций. Ну и так далее. Идут уже тарифы Family, Professional, бизнес тарифы, которые стоят дороже. Сейчас модель Dropbox – это модель такой, скажем так, открытой экосистемы, цель которой позволит людям, организациям работать эффективно, без каких-либо отвлекающих факторов и позволяя разумно интегрировать приложения и платформы. По состоянию, наконец, третьего квартала 2021 года у компании 16,5 пользователей, которые платят им деньги и за счет которых она зарабатывает. Кстати, что интересно, генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон недавно тут сказал еще и про метавселенные, что Dropbox будет участвовать во всем этом деле. Они пишут, что они тоже строят метавселенную, у них вот такое видение. Они говорят, что Dropbox – это платформа для хранения цифрового контента. Цифровой контент – это некие вещи, которым люди будут в этой метавселенной стремиться, и Dropbox как раз-таки этот цифровой контент будет хранить. Короче, Dropbox будет интегрироваться с этими метавселенными, и они хотят заниматься тем, чтобы переносить какие-то вещи из Dropbox в метавселенную или обратно. Кстати, если вам интересна эта тема метавселенных и как на них можно заработать, то сейчас в Телеграм-канале я пишу серию постов на эту тему, часть из них уже вышла. Там мы разбираем компании, которые относятся как раз-таки к метавселенным, которые могут на этом заработать. Тема очень интересная и хайповая, и там может быть много классных идей. Поэтому, чтобы не пропустить эти посты, обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал и следите за обзорами компаний, которых нет на Ютубе. Ссылочка на мой Телеграм будет в описании под этим роликом, так что не забудьте подписаться. Что ж, ну а мы пойдем дальше. Мы уже достаточно сказали про Dropbox. Я думаю, мы уже понимаем, чем они занимаются. Я уже сказал, что с момента IPO цена фактически сейчас, получается, не изменилась. А вот финансовые показатели значительно выросли. Что ж, давайте на финансовые показатели и посмотрим. Ну и давайте начнем с выручки. Как мы видим, выручка компании стабильно растет. То есть совершенно шикарно выглядит выручка. Она растет тут совершенно каждый квартал. Но вот в чем проблема, что темпы роста выручки существенно замедляются. То есть если в 2018 году мы видели рост по 30% в год, потом 22%, 20%, 18%, то последние кварталы мы видим рост всего лишь 13% в год в году. И это в то время, когда компания должна, казалось, была бы извлечь выгоду из-за пандемии. Поскольку все стали больше работать удаленно. И компании, которые работают в облаках и в том числе предоставляют услуги облачных хранилищ, они колоссально нарастили свою выручку и прибыль. А Dropbox, к сожалению, растет всего лишь 13% в год. Казалось бы, в такой вроде бы благоприятной среде. Что ж, давайте посмотрим, как рост выручки коррелирует с ростом активов компании. Действительно мы видим, что активы компании растут. Но на самом деле, если посмотреть на рост активов, мы видим, что он происходит за счет именно роста обязательств компании. Что тут нужно сказать? На самом деле, мы тут видим действительно очень хороший рост обязательств с 4 квартала 2020 по 1 квартал 2021 года. Если мы посмотрим на акционерный капитал, то мы видим, что за счет роста этих обязательств у нас акционерный капитал стал отрицательным. То есть, обязательств компании больше, чем активов. Почему так сильно вырос долг? Смотрите, вот здесь вот в первом квартале 2021 года компания выпустила два выпуска конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 и 2028 годах. Однако, это был достаточно неплохой ход со стороны руководства. На самом деле, почему? Потому что они получили деньги во время рекордно низких ставок. Если мы предразумеваем, что ставки будут расти, то они получили финансирование по самым лоям, по самым низким ставкам. Чистая сумма привлеченных средств составила более 1 миллиарда долларов, из которых 200 миллионов, кстати, были использованы для обратного выкупа акций. Если мы посмотрим на количество акций в обращении, мы можем увидеть, что количество акций у нас тут как раз-таки начинает с 2020 года. Вот здесь вот начинает немножко снижаться. Но оставшаяся сумма дает руководству возможность продолжить поиск подходящих целей для приобретений, покупок, ну или дальше выкупать акции. Кроме того, руководство потратило около 265 миллионов долларов на хеджирование этой сделки, чтобы минимизировать риски разводнения. Потому что облигации у нас, соответственно, конвертируемые, а, соответственно, могут быть конвертированы в акции. Валовая маржа компании, она, в принципе, тоже растет, но мы видим тоже темпы роста валовой маржи снижаются. Если мы возьмем операционную прибыль компании, то тут мы видим некоторые проблемы с колоссальным убытком в четвертом квартале 2020 года. Но, в целом, с точки зрения операционной прибыли, компания стала операционной прибыльной уже в первом квартале 2020 года. И с тех пор она приносит операционную прибыль. Если же посмотреть на чистую прибыль NetIncome, то мы видим тут тоже вот здесь вот этот вот странный убыток, да, в четвертом квартале 2020 года. И мы видим, что компания с первого квартала 2020 года уже приносит прибыль. Ну и то же самое, если мы посмотрим на маржинальность, мы видим, что маржинальность была здесь вот отрицательная, вышла в плюс и здесь вот дальше ушла в минус. Но, на самом деле, это не совсем правильный показатель, он только сбивает нас с толку. В чем тут дело? Тут, смотрите, во-первых, это 12-трейлинг манс последние 12 месяцев, то есть тут учитывается вот этот вот четвертый квартал 2020 года. А что там произошло? Там в 2020 году Dropbox понес убыток от обесценения в размере около 400 миллионов долларов. Это как раз-таки вот тот убыток, который мы там с вами видим. Можно вот посмотреть в Financials в 2020 году. Вот у нас вот этот вот убыток. Вот он тут у нас числится. 398 миллионов. С чем он связан? Он связан с недвижимостью, со списанием. Они запустили программу Virtual First. Это гибкая работа на дому. Она позволяет меньше зависеть от офисных площадей. Короче, они по переоценке списали вот эту вот сумму исключительно, ну, как бы реально виртуальную, да, 398 миллионов. Без этого у Dropbox 2020 год был бы прибыльным. Кстати, еще стоит заметить, что руководство сократило численность персонала примерно на 11% за последние 12 месяцев. По их мнению, они сократили численность персонала, сократили расходы, не оказывая отрицательного влияния на операционные показатели. Что в свою очередь должно увеличивать рентабельность, а увеличение рентабельности это для них достаточно серьезная задача. Ну, то есть, на самом деле, эти показатели по прибыльности вводят нас немножко в заблуждение. На самом деле, тут был бумажный, условно говоря, убыток, да, который можно игнорировать. И если мы будем чистую прибыль корректировать, то компания является прибыльной. Ну, и на самом деле, если мы посмотрим вот скорректированную прибыль на акцию, то мы видим, что уже 2018, 2019, 2020 год компания является прибыльной, исходя из скорректированных метрик. Ну, и если мы посмотрим на баланс компании, то тут, на самом деле, все более-менее нормально. Долго, ну, по состоянию на второй квартал было 2,5 кэша 2, и по состоянию на второй квартал было неплохое покрытие долга кэшем 80%. Ну, отрицательный капитал, долг и беда высокий, 6,5, interest coverage 75, очень высокий interest coverage. Ну, на самом деле, долг и беда 6,5, это не совсем релевантное значение, потому что у них очень много кэша, и нам нужно посчитать чистый долг и беда. А вот, если взять выдержку из последнего отчета, ну, у них там ебеда где-то около 400 миллионов, по-моему, что-то типа того, годовая. Если посмотреть на показатели как раз-таки по долгу, вот смотрите, у них получается кэша, кэша и кэша эквивалентс где-то на 1,8, 1,9 миллиарда, то есть по состоянию на третий квартал 2021 года. Ну, и мы видим, что это относительно общих обязательств уже достаточно много. А если мы возьмем только то, что относится к долгу, вот 1,3, это как раз-таки конвертируемые облигации, которые были выпущены, в том числе и в 2020 году. Это operating lease liability, finance lease liability, даже если мы все это сложим, то у нас получится, что чистый долг у нас не такой уж и большой. И отношение чистого долга к ебеда там будет, ну, чуть больше единицы. Короче, с балансом все нормально, с балансом все абсолютно не критично, все хорошо. Ну, мы имеем только отрицательный капитал, наверное, только это может являться какой-то проблемой для тех стоимостных инвесторов, которые оценивают компании, исходя из стоимости их акционерного капитала. Окей, мы видим, что с показателями все более-менее нормально, то есть мы видим, что это по-прежнему растущая компания, но которая замедляет свой рост. Давайте посмотрим на показатели последнего отчета и почему же у нас акция так сильно упала. На самом деле показатели третьего отчета были у компании очень и очень неплохие. Выручка составила 550 миллионов долларов, рост на 12,9% к прошлому году, но в постоянных валютах рост составил 10,7%. К слову, если мы говорим о темпах роста, мы видим, что, к сожалению, темпы роста дропбокса по выручке, они сейчас достаточно низкие. Ну как, конечно, выше 10% это хорошо, это уже можно сказать, что это компания роста, но темпы роста замедлились по сравнению с тем, какие они были раньше. Total Annual Recurring Revenue, это, соответственно, годовая повторяющаяся выручка, ну имеется в виду подписная выручка для SaaS-модели, это важный показатель Recurring Revenue. Составила 2,2 миллиарда, увеличилась на 52 миллиона квартал-квартал, увеличение на 12%, в постоянных валютах на 10%. Все хорошо, количество пользователей, которые платят за год увеличилось, 16,5 миллионов стало. И Average Revenue Per Paying User, соответственно, средняя выручка на каждого пользователя составила 133 доллара против 128 за прошлый период. Почему это важный показатель? Почему вот именно ARPU, Average Revenue Per Paying User, это важно? Почему важно, что этот показатель увеличился? Смотрите, за счет чего они могут увеличивать количество пользователей? Они могут их увеличивать и за счет снижения цены. Но если цена увеличивается, то мы видим, что Dropbox не снижает цены, не занимается вот этим вот дискаунт-продажами, да, они не конкурируют именно по ценам. У нас одновременно растет и количество платящих пользователей, и одновременно растет выручка на пользователей. То есть Dropbox не привлекает пользователей агрессивно снижениями цены. То есть это такой положительный фактор, с моей точки зрения. По операционной марже нам нужны метрики, желательно бы скорректированные. Non-Gap Gross Margin составила 81% против 80% в прошлом году, это здорово. А операционная маржа 29% против 23%. То есть компания стала гораздо более эффективной с точки зрения операционной маржи. И это мне прям очень нравится, это здорово, это действительно классно. Они увеличили свою операционную эффективность. Вот тут как бы молодцы. То есть компания за счет чего может зарабатывать больше прибыли? За счет двух вещей. Первое – это рост выручки в целом, рост объемов. И второе – это рост эффективности. То есть у них рост объемов, он не такой значительный, там 10%, да, вот 10,7% в постоянных валютах. А вот рост маржинальности операционной у них очень хороший. За счет этого и за счет выручки, и за счет роста маржинальности они увеличивают чистую прибыль. Они молодцы. Чистый кэш, который они получили от операционной деятельности – 230 миллионов, больше, чем в прошлом году. Free cash flow у них тоже там чуть ли не рекордный – 220 миллионов долларов по сравнению со 187 миллионами в прошлом году. По нон-гап скорректированной чистой прибыли они, соответственно, заработали 37 центов против 26 центов в прошлом году. Все шикарно, причем это было выше ожиданий аналитиков. Аналитики ожидали прибыль чуть ниже. Вот здесь вы видите 35 центов ожидали аналитики. Компания заработала 37 центов. То есть в целом они отчитались и лучше ожиданий аналитиков. Все как бы выглядит достаточно здорово. То есть у нас растет выручка, у нас растет маржинальность, у нас растет операционная прибыль, у нас все достаточно неплохо растет. Я бы также заметил, что у нас выручка, смотрите, здесь растет получается 550 к 487, это получается 12%, 12,9. А вот cost of revenue, стоимость выручки, у них, соответственно, выросла только на 8,7. То есть выручка растет больше, чем cost of revenue. Это здорово. То есть себестоимость растет медленнее, чем растет выручка. Плюс рост, соответственно, операционных, снижение операционных затрат, как следствие улучшения операционной эффективности. То есть у нас, смотрите, как выросла валовая прибыль 438 к 384, а операционные затраты увеличились всего лишь на 4 миллиона. Ну, тут, конечно, вот здесь вот там еще вносит свое лепто вот это вот обесценение, связанное с недвижимостью. Но в скорректированной прибыли оно, конечно же, закладывается, учитывается и считается. Вот. Поэтому мы видим, что результат отчета был очень неплохой. И, кстати, по поводу прогноза. Прогноз вполне нормальный, адекватный. Выручка более 2 миллиардов будет. Скорректированная операционная маржа будет 29,5%. Очень хорошая для компании. Freakash Flow 715 миллионов. Ну, тоже тут все совершенно здорово. И, в общем-то, на чем упал Dropbox, честно говоря, мне даже, исходя из этого отчета, не совсем понятно. Скорее, это было похоже на два фактора. Первый фактор – это то, что у нас все-таки не было какого-то ощутимого роста показателей квартал-кварталу. То есть, у нас по-прежнему выручка растет достаточно низкими темпами относительно того, что мы видели раньше. Ну, и второй причиной может быть просто фиксация прибыли на выходе хорошего отчета. Такая вот, да, спекулятивная фиксация прибыли инвесторами. Мы можем еще пробежаться по презентации компании. Смотрите, тут есть тоже еще на самом деле один такой фактор, не очень хороший, который мне не очень нравится. Вот смотрите, они как бы продолжают расти. Но это, в сущности, своей больше бесплатный сервис, потому что мы видим 700 миллионов зарегистрированных пользователей, из них только 16,5 платят. И мы с вами понимаем, что крупные технологические компании, такие как Microsoft или Google, они предлагают конкурирующие услуги. И за счет этого Dropbox, конечно же, может испытывать постоянное давление. Ну, а за что платить, если как бы я могу те же самые услуги получить бесплатно не только у Dropbox, но еще и у других компаний? Ну, или купить могу у других компаний. Поэтому, все-таки, если мы посчитаем, сколько процентов пользователей Dropbox платят из зарегистрированных, это получается 16,49 на 700+. Это всего лишь 2,3%. Ну, вот отсюда у меня вопрос. Если пользователи пользуются услугами, и Dropbox такой классный, то почему только 2,3% пользователей платят деньги? Это, на самом деле, очень-очень печальный факт. Конечно, конечно, количество платящих пользователей увеличилось примерно на 20% за последние несколько лет, но мне, как инвестору, хотелось бы увидеть большую конверсию, чем у них есть. Тем более, повторюсь, 2020-2021 год, пандемия, все ушли на удаленку, и тут я вижу такую низкую конверсию. Поэтому, ну, эта вот история мне, как бы, не очень нравится. Если посмотреть дальше по презентации, тут мы видим как раз-таки продукты HelloSign и DocSend, на которые они также делают ставку. Мы о них говорили, это продукты, которые они приобрели, да, HelloSign. Это электронная подпись, DocSend. Через DocSend можно рассылать документы, а потом еще собирать аналитику, сколько раз эти документы кому-то перенаправлялись, сколько их читали, сколько с ними взаимодействовали и так далее. Достаточно тоже интересная штука. Тут они пишут еще, за счет чего они будут расти дальше. Соответственно, первое – это конвертация пользователей, которые пользуются бесплатным продуктом, но могли бы платить. То есть платить их тех, кто платит. Upsell, соответственно, это делать апгрейд пользователей до премиальных планов, чтобы они покупали больше услуг или более продвинутые услуги. Это запускать новые продукты и делать новые workflow, которые могли бы привлечь новых пользователей, новых, скажем так, интересантов в весь этот процесс. Ну, они тут запускают различные новые услуги и новые сервисы. Например, это тот же самый Dropbox Replay. Это инструмент для совместной работы с видео, который упрощает группам видеопроизводства работу с видео в одном месте, сбор отзывов, управление всем этим процессом. В первом половине 2021 года клиенты добавили более 3,5 миллиардов видеороликов на этот сервис. И сейчас видео является одним из самых распространенных типов контента на Dropbox. В настоящее время сервис Replay еще находится на стадии бета-тестирования, как заявляет компания. Но они уже слышали от первых клиентов, что им нравится этот сервис, якобы. И что он очень сильно оптимизирует существующие рабочие процессы, поскольку их файлы видео уже находятся на Dropbox, и таким образом с ними проще работать. Ну, плюс этот инструмент интегрирован с рядом решений для редактирования видео, например, Adobe Premiere Pro. Также они представили инструмент Dropbox Capture, который позволяет распределенным группам синхронно общаться с помощью коротких видеоклипов, уменьшая потребность во встречах и длинных электронных письмах. И сервис Dropbox Shop, который предлагает фрилансерам и авторам беспрепятственный способ продавать свой цифровой контент, который уже хранится на платформе. То есть они залили что-то на Dropbox и с помощью сервиса Dropbox Shop смогут на Dropbox уже продавать этот контент. Менеджмент заявляет, что все эти продукты находятся еще в очень ранней стадии, но они, возможно, когда-нибудь введут эти новые возможности и будут и за счет этого в том числе получать выручку. Они также вводят новые тарифные планы, Dropbox Family Plan, Dropbox Business. Ну, Dropbox Business у них там уже давно работает. Постепенно улучшают и HelloSign, который занимается электронными подписями документов. В DocSandy там появляются новые фишки. Соответственно, они будут приобретать Command-E. Command-E это система поиска контента по названию, ну, то есть поисковый движок, и они как раз-таки планируют его использовать в своем облаке, чтобы клиентам в этих облаках было проще находить файлы. Ну, вот Command-E считается таким очень интересным и перспективным с точки зрения поисковым движком. Ну, и у них, конечно же, у Dropbox есть интеграция со множеством партнеров. Zoom, Microsoft, Google, Salesforce, Adobe, Slack и так далее. Тут у нас уже идут ИСЖ, тут у нас уже идут финансы. Очень важная метрика, о которой стоит сказать, что они планируют 1 миллиард свободного денежного потока к 2024 году получать. Почему нам будет важно оценить компанию по свободному денежному потоку? Чуть позднее скажу, когда будем говорить об оценке. Скорректированная маржа у них будет 28-30%. Это их планы, это хорошие уровни, но они на самом деле близко к ним сейчас находятся. Ну, если мы посмотрим выручку, мы, в принципе, все это дело уже смотрели. Да, вот у нас выручка. Свободный денежный поток растет у нас чуть быстрее, чем выручка. Растет gross margin, растет операционная маржа и 29%. Они, кстати, сейчас находятся вот близко к верхней планке своего таргета. Растет и количество, и выручка на пользователя. То есть, они растут с двух сторон. Это прям круто. Почему круто? Да, я уже, соответственно, сказал. Процент платящих пользователей на премиум планах у них также растет. Он вырос 4 раза с 2017 по 2020 год. Target model, соответственно, таргет по валовой марже, таргет по R&D у них, кстати, ниже, чем текущее значение. Таргет по general and administrative selling and marketing expense у них тоже ниже, чем текущее значение. То есть, они будут тратить меньше на R&D, на маркетинг, на продажи и на администрирование и управление. За счет этого они, соответственно, будут иметь более высокую маржу, чем они имели в 2019-2020 году. Это, конечно же, скажется на прибыли. И это скажется на более 1 миллиарда свободного денежного потока в 2024 году. Ну, вот так вот примерно все выглядит. В общем-то, очень неплохо, казалось бы, выглядит Dropbox. Но тут у нас весь вопрос теперь в оценке. То есть, мы посмотрели на показатели компании. Мы понимаем, что у нее нет проблем с балансом. Это растущий бизнес, неплохой бизнес, но темпы роста не такие высокие. Давайте посмотрим же, сколько стоит компания. Смотрите, сейчас из корректированной прибыли компания стоит около 19 форвардных P. Аналитики Wall Street ставят целевую цену 36 долларов против текущей цены 27,8, что подразумевает очень и очень значительный апсайд вверх. Если мы посмотрим на прогнозы, то мы видим, что по прогнозам выручка компании будет расти 22-23 год 9,7%. И по прибыли 8-7%. То есть, рост будет очень несущественный, меньше 10%. И, исходя из этого, у нас мультипликаторы будут на 22-23 год форвардные. Это 17 и 16. Не очень дорого, на самом деле, она стоит. Но для таких темпов роста она стоит плюс-минус справедливо. Потому что это не рост все-таки на 20 или 25% в год, как показывают некоторые технологические компании. То есть, у нас весь вопрос в чем? Что мы должны соотнести текущую оценку с будущими темпами роста, которых мы пока не знаем. Но, судя по всему, видим, что темпов роста высоких у Dropbox не будет. То есть, по P на I они как бы выглядят недорого, но поскольку они не будут сильно расти, то ценник плюс-минус примерно справедливый. И также их можно оценить, исходя из PE. То есть, если мы посмотрим на Price to Sales. Price to Sales компании Dropbox. Вот он наш PS. Посмотрим, какие были значения. Мы видим, что в среднем он торговался от 4 до 5. От 4 до 5, иногда до 5,5, до 6. Вот примерно такой вот диапазон. Если мы посмотрим текущий Price to Sales, то он около 6, а форвардный 5,5. То есть, в принципе, они находятся где-то в районе своей более-менее справедливой оценки. Но, может быть, правильнее будет оценивать Dropbox, исходя из свободного денежного потока. Почему? Потому что все-таки свободный денежный поток, им сложнее манипулировать. То есть, вот мы видим, что исходя из прибыли, у них там были списания бумажные, которые нашу прибыль искажают. Вот. А свободный денежный поток – это все-таки более твердый факт. В случае Dropbox компенсация на основе акций, которые они выдают своим сотрудникам, и с учетом убытков от обесценения, сыграли ключевую роль в сокращении чистой прибыли Dropbox за последний год. Поэтому свободный денежный поток и прибыль у нас сильно отличаются. А свободный денежный поток – это реальные деньги, которые поступают в компанию. И инвесторы должны четко понимать, какие элементы вызывают разницу между свободным денежным потоком и чистой прибылью, прежде чем интерпретировать мультипликаторы и вкладывать какие-то средства. Так вот, исходя из свободного денежного потока, компания стоит 16,9 и 15,7 форвардных денежных потоков. А если мы возьмем 2024 год, когда они получат 1 миллиард, тут на самом деле очень нравятся мне такие цифры, потому что просто считать. То есть мы текущую капитализацию около 11,8 делим на 1 миллиард и получаем, что компания стоит где-то 11,8 форвардных денежных потоков. То есть 2024 года. Это действительно выглядит недорого. Почему компания имеет сейчас определенный дисконт в цене? Потому что, как мне кажется, в Dropbox есть сейчас определенные риски. Какие же риски у Dropbox сейчас? Ну смотрите. Первая вещь, о которой я хотел бы сказать, это R&D. Один из разделов, в котором есть значительные перерасходы. Что в основном связано с тем, что у сотрудников очень высокий фонд оплаты труда. Ну, грубо говоря, большие зарплаты. Текущая долгосрочная цель, затрат на R&D у компании значительно ниже текущих значений. 23-25%. Но в настоящее время на R&D они тратят значительно больше. Так вот тут еще есть один такой подводный камень, что они платят своим сотрудникам премии на основе акций или опционов на акции. То есть, они их вознагрождают акциями компании. Так вот, такие компенсации могут создавать определенное разводнение акционерного капитала и прибыли для инвесторов. И ладно, если там будет 1%, это там как бы еще более-менее в пределах погрешности. Но если это будет 3-5%, то это будет достаточно существенная проблема. И если они будут дальше, скажем так, сильно увлекаться раздаванием опционов на акции, то это может быть проблемой для инвесторов с точки зрения разводнения. Хотя, с учетом того, что генеральный директор является крупнейшим акционером, там у него владение порядка 24% акций, я не думаю, что они прям с этим будут сильно жестить. Но хотя, с другой стороны, мы с вами можем видеть, что регулярно идет продажа акций инсайдерами. И вот мы видим, что даже по 25, 27, по 30 долларов акции постоянно-постоянно продавались. Еще одна проблема – это стоимость привлечения капитала для компаний Dropbox. Поскольку такие компании, они очень чувствительны к изменению процентной ставки. Потому что тут пропорция изменения ставки может быть другая. То есть для, допустим, какой-нибудь производственной компании, там стоимость капитала увеличится на 2% с 8% до 10%, а у них, допустим, увеличится, может быть, на 4% с 6% до 10%. Ну, примерные цифры, да. И если мы посмотрим именно на разницу в стоимости капитала, то мы с вами понимаем, что вот эта разница, она может сильнее ударить именно по таким вот технологическим компаниям. И за счет этого оценка компании просто будет ниже. Ну и последняя существенная вещь – это, конечно же, конкуренция. То есть мы видим, что Dropbox-то, в принципе, продолжает расти, но темпы роста выручки существенно снижаются. И я вам уже сказал, да, про таких гигантов, как Microsoft и Google, которые оказывают подобные услуги. Ну и добавлю сюда низкую конверсию, которая чуть больше 2%, я имею в виду платных пользователей. Ну и кроме того, все-таки инвесторы и рынок в целом предпочитают такие бизнес-модели, которые предполагают, что клиент постоянно будет покупать продукт компании и привязывать именно клиента к продажам продуктов компании, как, например, делает Apple. То есть у клиентов Apple у них уже невероятная лояльность к бренду, и они просто не могут от продуктов Apple отказаться. Выходит новый iPhone, они там его покупают. Выходит новый Mac, они его покупают. А вот такие модели, где у нас фремиум подписка, что сервис дается бесплатно, пользователи получили этот сервис, взяли свои 2 гигабайта, и так будут всю жизнь сидеть на нем работать. С точки зрения бизнес-модели в этом смысле она может быть тоже не такая интересная. Но все-таки главной проблемой, я тут считаю, конкуренцию от Microsoft в своем OneDrive, от Google со стороны их Google Drive, поскольку это крупные компании, и у них есть аналогичные сервисы, они всегда будут конкурентами Dropbox. И таким крупным гигантам ничто не мешает завоевать долю рынка компании Dropbox, если они увидят в этом какую-то большую ценность. Поэтому с точки зрения именно долгосрочных каких-то инвестиций, я не вижу причин большого кратного роста выручки или прибыли у компании Dropbox. Но что можно сказать в итоге? Dropbox не является, конечно же, лидером на рынке облачного хранения данных, но они все-таки показывают какой-то рост выручки и прибыли, они показывают рост операционной маржинальности, и они показывают рост выручки на пользователя, что неплохо. Но, опять же, к минусам можно отнести очень высокую конкуренцию со стороны, и что темпы роста выручки у них не такие высокие, как могли бы быть в пандемию. Но к плюсам компании можно, конечно же, отнести то, что они имеют гораздо более низкую оценку, чем другие технологические компании. Но трудно найти такие технологические компании, которые бы торговались с форвардным мультипликатором 18-17 по чистой прибыли, или 12 исходя из прайс на free cash flow. Поэтому Dropbox можно считать, скажем, такой value историей в технологическом секторе. Компании, которая не будет быстро расти, но имеет на текущий момент вполне себе справедливую стоимость. В целом, долгосрочно я отношусь весьма нейтрально к акциям Dropbox. И если бы не было вот этого сильного падения на 10%, то я бы, наверное, так бы и сказал, что мое отношение к Dropbox вполне себе такое умеренно нейтральное. То есть неплохая компания, без сильного роста, примерно со справедливой оценкой. Но вот это вот сильное падение до уровня 27-28 долларов за акцию говорит мне о том, что акции Dropbox могут с этого уровня отскочить вверх и опять-таки вернуться к 30-31-32 долларам за акцию в какой-то среднесрочной перспективе. Я бы сейчас, наверное, последил бы за акциями Dropbox. Если они все-таки пробьют 27 и уйдут вниз, то я бы, наверное, не спешил Dropbox покупать и подождал бы какого-то разворота. А вот если мы увидим несколько свечей, которые пойдут вверх и закроются выше с таким вот подтверждением на отскок от этого уровня, то, наверное, Dropbox можно приобрести хотя бы спекулятивно среднесрочно, пока она не вернется к уровню 30-32 доллара за акцию. Я сам лично не имею позиции в акциях Dropbox и даже, наверное, не буду здесь откупать, но я, наверное, поступлю немножко иначе и сыграю в эту позицию через опционы. Я, наверное, возьму и продам какие-нибудь колы где-нибудь в районе, ну, например, 30 долларов. Если акция уйдет выше 30 долларов, уйдет куда-нибудь, допустим, к 33, то вот эта вот разница, дифференциал 3 долларов 10% от 30, мне вполне хватит для того, чтобы забрать неплохую прибыль от этой сделки. И одновременно, чтобы профинансировать эту покупку колов, я продам путы, ну, где-нибудь ниже 25, может быть, даже ниже 24 долларов. Потому что на таких уровнях эта value история, скажем, уже станет такой даже немножко недооцененной. То есть у нее стоимость будет несправедливая, а уже с дисконтом. Поэтому покупка колов и продажа путов где-нибудь вот здесь вот пониже, мне видится сейчас неплохой идеей. Благо, что акция недорогая по номиналу, около 30 долларов. Можно эту идею реализовать. Что ж, если это видео было вам полезно и понравилось, то не забудьте поставить под этим видео лайк, подписаться на канал и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Ну и если вам интересна дополнительная аналитика по акциям, компаниям, то добро пожаловать на мой Patreon. Там я разбираю отчеты компаний. Ну вот из последних мы разобрали ВК-групп, бывший Мэйл, Яндекс, Шеврон, Курсеру, Эмджен, Файзер, Крафт Хайнс, Бристель Майер, Смер, Кока-Кола, Амазон, Эппл, 3М Кампани, Виза. Короче, пока разбираю все топовые отчеты, но потом примемся и за все остальные. Поэтому, если интересна дополнительная аналитика, то ссылочка на мой Patreon будет в описании под этим роликом. Ну и по традиции, всем пожелаю удачи в инвестициях. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok